Необычный праздник 8 марта. В транспортно-производственном управлении предприятия «Моторсич» представительниц прекрасного пола поздравляют по-особому. О том, как чествовали женщин в мужском коллективе завода, знают наши корреспонденты. Несмотря на то, что женщин в ТПУ в 7 раз меньше, чем мужчин, по словам начальника транспортного цеха Михаила Молчанова, они составляют самую обаятельную и привлекательную часть коллектива. Ведь именно представительницы прекрасного пола заботятся о том, чтобы водитель был вовремя отправлен в рейс, чтобы он не голодал, был здоров, регулярно получал зарплату. Они не только очень добросовестно справляются со своими обязанностями, но они сегодня еще демонстрируют свои домашние поделки. Это и вышиванные рушники, это и торты, это и вышивка бисером, это и картины. Мы, конечно, здесь все мужчины поражены. Ждем, не дождемся, когда нам разрешат торты уже начинать пробовать. Говорят, что подобные демонстрации рукоделия и кондитерских шедевров можно увидеть только в транспортно-производственном управлении в канун 8 марта. Причем с каждым годом эта экспозиция расширяется за счет новых талантов. К примеру, экономист Ирина Сергеенко участвует в такой выставке впервые. Однако она смогла удивить всех своими вышивками. Ну а на работе вот можно во время рабочего дня тоже так повышевать? Нет, нет. Нормально поработать? Да. Вам нравится здесь работать? Да, очень. Чем? Душевностью, коллективом, то есть очень довольна. Начальник хороший? Да, очень. Главный организатор праздников и других интересных мероприятий в ТПУ – председатель правкома Надежда Кровец. Это благодаря ей так весело и необычно проходит торжества в этом коллективе. Вот как приветствовали зрители участниц конкурса «Косичек» или выступления Ирины Петровой, которая не только более 20 лет трудится на «Моторсич», но также обладает многими другими талантами. К примеру, свое платье она шила сама. Как вы все успеваете? Знаете, честно, ночами не сплю. Просто творческие люди, они в хорошем смысле этого слова немножко ненормальные. Ночью считаем петли, ходим с микрофонами, а утром встаем, приводим себя в порядок и на трудовую деятельность, без 15,7 на работе. Прекрасный подарок для женщин ТПУ также подготовили работники Дворца культуры имени Шевченко. По словам руководителя народного вокального коллектива «Соната» Светланы Булюкиной, это было их 11-е выступление за неделю. Однако петь для такой публики – одно удовольствие. Музыка